Добрый день, друзья! Сегодня мы будем разбирать второй текст из одиннадцатого урока учебника Мирошенкова и Фёдора. Итак, первое предложение. Mens sana in corpore sana. Здесь всё просто. Mens Это разум. Разум какой? Sana. Здоровый. Окончание а, потому что mens женского рода. Значит, здоровый разум. Где in corpore sana? В здоровом теле. Соответственно, это у нас ablative. In corpore sana. Corpore. Это форма от corpus corporis. Да, это слово, которое относится к третьему склонению. Поэтому добавляется здесь ещё вот это or. То есть в здоровом теле здоровый дух. Ну или дословно, да. Здоровый разум в здоровом теле. Как-то так. Второе. Aqua et panis vita canis. Вот здесь всё просто. Aqua, вода. Et panis. И хлеб. Vita. Жизнь. Жизнь чья? Canis. Собаки. То есть вода и хлеб. Жизнь собаки. Canis здесь интересно тем, что это слово относится к третьему склонению. И там будет та же самая форма номинатива. Вот как раз это относится к новой теме, которая разбирается в одиннадцатом уроке. То есть вода и хлеб. Жизнь собаки. Третье. Фамес артиум магистра эст. Подлежащая фамес. Голод. Голод магистра эст. Голод это учитель. Учитель. Учитель чего? Учитель артиум. Это слово арс. Артис. Искусство. И здесь окончание и ум показывает, что это генетивус. Плюралис. Учитель искусств. Учительница. Дословно, потому что фамес. Это у нас женский род, поэтому магистра. Учительница. Значит, голод это учитель искусств. Четвертое. Пакс матер артиум апеллатур. Пакс мир. Мир апеллатур. Называется. Накончание тур. Значит, это пассив. Мир называется. Как? Матер артиум. Называется матерью. Опять же, артиум. Это генетивус. Плюралис. Как? Вот тут у нас в предыдущем предложении. Матерь искусств. И здесь, поскольку апеллатур стоит в пассиве, то с ним в таких вот предложениях употребляется оборот номинативус дуплекс. Поэтому пакс и матер стоят в номинативе. Ну, на русский мы будем переводить другими поддержаниями, да? Мир называется матерью искусств. Пятое. Финис, коронат, опус. Финис. Конец. Коронат. Венчает. Ну, как бы, венчает. Венчает что? Опус. Это аккузатив. Опус опырис. Да. Это слово третьего склонения. Аккузатив совпадает с номинативом, потому что это средний род. Конец венчает дело. Ну, то есть, конец, дело, венец. Шестое. Вис, вим, вей, пеллет. Здесь у нас стоит слово вис, сила, в трёх падежах. Давайте разбираться, что здесь, что значит. Ищем номинатив. Вот вис, номинатив, сила. Сила что делает? Пеллет. Оно это толкает, вынуждает. Наверное, берёшьте, да, вынуждает. Вынуждает что? Вынуждает кого? Что? Вим. Это форма аккузатива. От этого же слова вис. Сила вынуждает силу. И вынуждает как, чем? Ви. Это обладивус инструменте. Вынуждает силой. То есть, сила вынуждает силу силой. Седьмое. Мария Монтескве Поликери. Поликери. Это глагол поликер. Отложительный. Как мы видим по окончанию. И здесь это форма инфинитива. Ну, поскольку он отложительный, мы переводим активно обещать. Обещать что? Мария Эт Монтес. Да. То есть, что обещать? Это аккузатива сплэралис в обоих случаях. Мария – это слово Мары. Море. Море, которое относится к третьему склонению. Вот это аккузатива сплэралис от него. А Монтес – это слово Монтес. Да, Мария Море. Монтес – гора. Здесь тоже аккузатива сплэралис. Тоже слово третьего склонения. Значит, обещать моря и горы. Восьмое. Вина бибунт хоминес анималия кетера фонтес. Ну, если легче стихотворение читать, то Вина бибунт хоминес анималия кетера фонтес. Ищем подлежащие. Хоминес – люди. Это слово Homo. Да, это третье склонение. Здесь это номинатива сплэралис. Люди. Люди что делают? Бибунт. Пьют. Пьют что? Пьют вина. Ну, то есть, так и есть. Вина пьют. Это аккузатива сплэралис. Начальная форма винум. Вино. А здесь это множественное число. То есть, люди пьют вина. Анималия кетера фонтес. А другие животные? Аниматива сплэралис. Все согласуется. Значит, другие животные пьют что? Фонтес. Фонтес – это от слова фонтес. Аккузатива сплэралис. И это простая вода такая вот из родника. Ну, то есть, и здесь как бы опускается. Ну, это в смысле имеется в виду, что они пьют. Пьют что? Вот. Значит, вина пьют люди, а другие животные – простую воду. Простые воды. Девятое. Темпера мутантур, этнос мутамур ин илис. Темпера. Времена. А – это темпус, темпорис, словарная форма. Третье склонение. Здесь это номинативус плэралис. Поэтому окончание а, потому что средний род. Значит, времена мутантур меняются. Тур говорит нам о том, что это пассив. Значит, времена меняются. И нос мутамур. И мы меняемся. Здесь мур – тоже пассивное окончание первого лица. Инстиного числа. Ой, нет, множественного числа. И мы меняемся. Ин илис. В них. После предлога «Ин» И нас идет «Облативус плэралис». Илис. В них. Значит, времена меняются. И мы меняемся в них. Или с ними. Десятое. Дум верес аникве синунт толерате лаборис. Стихотворение. Опять же, поэтому странное употребление. Так. Дум. Пока. Вирус. Это ани синунт. Вирус аникве. Это номинативус плэралис. Подлежащее. Вирус – это от слова «вис». Сила. Множественное число. Ани – это от «ану год». То есть, силы и года. Синунт. Позволяют. Пока силы и года позволяют. Толерате лаборис. Толерате. Это повелительное наклонение. Императив. Множественного числа. Поэтому окончание «т» вот здесь. То есть, переносите. Переносите что? Лаборис. Труды. Аккузативус плэралис. Значит, пока силы и годы позволяют. Переносите труды и тягости. Одиннадцатое. Тоже стихотворение. Турботомилиус. Турботомилиус. Капиунтур. Флумена. Пискис. Поскольку стихотворение здесь абсолютно нелогичный порядок слов. Ищем подлежащее «пискис». Это номинативус плэралис от «пискис». Рыба. Здесь, значит, у нас рыбы. Рыбы. Капиунтур. Капио. Хватать ловить. Значит, нтур. Ловятся. Рыбы ловятся. Как? Мелиус. Лучше. Лучше. Где? Турбата Флумена. Это Аблативус. Даже вот оно. Оно как бы идет вот так вот вместе. В взбаламученной реке. Или это может быть, поскольку здесь нет предлога, то это может быть Аблативус Абсолютус. При взбаламученной реке. Возможно, это он. И тогда это объясняет, что, ну, то есть, вот у нас Аблативус Флумена и причастие Турбату, которые стоят в Аблативе. Значит, рыбы лучше ловятся, когда река взбаламучена. Квот, куикве темперис адвивендум датур, эо дебет эса контентус. Квот датур, сколько дано, да, тур. Вот мы видим окончание тур, который показывает, что это пассив. Дано кому? Куикве. К каждому, кому угодно. Да, это форма дативус. Дано темперис адвивендум. Темперис – это вообще генетив. Времени. Сколько времени? Адвивендум. Это герундий. Не герундив, а герундий. Вот адвивендум. Для чего? Для жизни. Да, это герундий, получается, который стоит в акузативе. Значит, сколько дано каждому времени для жизни. Эо дебет эса контентус. Дебет – надо, следует, следует эо. Этим – аблативус, потому что кем чем. Этим следует эса контентус. Быть довольным. Следует быть довольным. Так вот, значит, сколько каждому времени для жизни дается, тем следует быть довольным. Купидус – это такой стремящийся, жаждущий что-то делать. Вот, я стремящийся, есть, вот оно сумм, то есть, я есть стремящийся, те аудиенди. Стремящийся, что делать? Аудиенди от аудио – это тоже у нас герундий, который стоит в генетиве. Стремящийся, 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 слушать кого, те, тебя. Так, акузатив. Значит, я есть, стремящийся тебя слушать. Четырнадцатое. Нихель агендо хоминес мале агере дискунт. Подлежащие. Хоминес – люди. От хому. Номинативус плюралис. Третье склонение. Дискунт учатся. Люди учатся агере. Мале – это инфинитив. Делать, значит, люди учатся делать, что мало, плохое, плохо, ну, в смысле, зло. Нихель агенду. Это герундий. Опять герундий. Вот он у нас здесь идет. И он стоит в аглативе, потому что передает в процессе чего, да, образа действия. В процессе ничего не делания. То есть, ничего не делая, люди учатся делать плохое. Пятнадцатое. Nunc est vivendum, nunc pede libero pulsanda telus. Nunc сейчас est vivendum. Надо пить. Ледует пить. Второе – описательное спряжение с герундивом. Потому что ND вот здесь. Следует пить. Сейчас следует пить. Сейчас nunc. Telus. Земля. Земля pulsanda. Тоже это у нас герундий. Ой, наоборот, герундив. Герундив. Ну, тут просто можно дописать, в принципе, est. Да, и так далее. Тут будет второе писательное спряжение. То есть, земля должна быть ударяема. Pede libero. Ударяема чем? Ногой свободной. Ну, это стихотворение, поэтому здесь сложно перевести красиво. Образилась в инструменте. То есть, сейчас надо петь. И сейчас земля должна быть ударена свободной ногой. Шестнадцатое. Тоже стихотворение. Подлежащие. Подлежащие. По кому? Мне. Датив. Нет, не радуешься. Радуешь. Ты одна меня радуешь. Вот. Ты одна меня радуешь. Нек, ям, ты прайтер и нурбе. Нек и не, ям, уже. Прайтер ты. Кроме тебя. Прайтер используется с акузативом. И нурбе в городе. Это урбс, город. Но тут написано с большой буквы, потому что город, вот так вот прям город, они называли, собственно, Рим. И писали его вот с большой буквы, вот так вот. То есть, и никто, кроме тебя, в городе. Формоза эст... Кулис ула-пуэлла мэйс. Здесь все перемешано в стихотворении. Вот у нас подлежащие. Ула-пуэлла. Никакая девушка. Формоза красивая. Не есть, получается. Потому что от ула, да, ну, мы добавляем еще не. Значит, ни одна девушка не красива. Окулис мэйс. Для моих глаз. Вот оно. Это идёт вместе. Это дативус. Плюралис. Для кого? Кому. То есть, не есть красивая. Глазам моим ни одна девушка. Вот так запутанная получается эта фраза. Итак, значит, ты мне... Ты меня одна радуешь, и уже никто, кроме тебя, в городе. Некрасиво глазам моим ни одна девушка. Вот. Сложно. Сложно стало. В следующий раз мы перейдем к двенадцатому уроку. Так что подписывайтесь на канал. Ведь дальше будет еще сложнее. Если вы что-то недопоняли, или заметили ошибки у меня, что я где-то облажалась, пожалуйста, пишите в комментариях. И спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok